Нормальные травы зверям. Розу срезали. Хочу посадить здесь под домом. Это у нас крапива. Пахнет. Обожаю запах крапивы. Цветочки. Здесь еще трава животным. Сейчас буду кормить. Головы купили вот такие вот. Семьи по 35 гривен. Там все на рынке. 35 гривен килограмм. Потом съезжали в свой любимый мясной магазин. Взяли такое сало с белым мясом. Как это чистотел цветы. Сейчас будем на водке настраивать. Пилан 2 килограмма. Здесь гляжья качалка. Нарвали каштанов. Догу баночку. Сейчас зальем водкой. И сирень тоже зальем водкой. Купили водку специально для этого. Пасту карбонару готовила. Бери себе грей. Посмотри, может еще насыпать и сыром сверху. Так, залила сирень водкой. Смотри, какая красивая. Она выгорит потом. И каштан для ног. Так, дальше. Дальше в метро были. Впрочем, были в разных магазинах. Взяла фарша. 700 грамм на голубцы хочу сделать. Взяли творог. Вот такой вот. Это я, наверное, по маску сделаю на хлеб. Кошки взяли корм. Вот этот очень классный. Паштет. Она его быстро не может съесть. Его вылизывать надо. Ну, короче, вот такой леопольд. Мне очень нравится кормить. Для собаки, для котов. Он пахнет вкусно. Очень такой. Я, в жиле, не люблю. Но взяла попробовать. Не помню, брала или не такой. Пачку масла. Взяла три капусты. Потому что хочу голубцы из молодой капусты сделать. Не хочу и старой. Старая такая вся дебелая. Я пожалела, что не взяла на рынке. Там, в селе. Еще корм. Там, дальше. Дальше. Здесь у нас. А сыр где? В холодильнике. Здесь у нас сметана. Ферма. Дальше у нас перчик чили. Блин, повис. Тут в одном кульке перец чили и редиска. Вот. Перчик чили. Еще один. И что? Это мусор. Выброшу. Мы на природу там на даче ходили. Мусор с собой забрали. Так, чесночок. Может, взял пару головок. Вторая. Не знаю. Здесь буду искать. Одну такую неудобно. Здесь шкурки свиные. Здесь почки говяжьи. Президентский хлеб. Это мне мясо ели. А, Виталинке шоколадку я купила. Не было с кусочками. Я целую жила. А ты ломай ее по ровненьким этим. Тогда она не будет. Все равно, когда кусаешься на херах. Ну, в рот ложи целиком. Что еще тут? Ага. Это мне дали корму такую. У Росби. Попробовала для собак. Здесь рыбка красная. Домона. Базари там покупали. И там тарелка с патхачапури я брала с собой. Кушали там на природе. Все. Собак покупали. Куча клещей вытащили. У Рекса тоже много клещей. Уже насосанных были. Рекса и Топика помазали от клещей. Короче, все сделали. Все, что нужно. Но с Рексом не погуляли. Да, Рекс сам гулял без нас. Ну, зато он прибежал, когда мы уезжали. И все успели сделать. Самое главное. Ну, ничего. Он получил удовольствие. Самое главное. Мы тоже. Так. Сегодня готовлю голубцы. Еле проснулись. Потому что всю ночь почти до 4 утра не спали. Ну, где-то до полчетвертого. Так. Голубцы готовила. Во время тревоги опять тревога была. Такие с молодой капустой захотела. Вот. Налила сюда капустный отвар. Там где-то в листе. Чуть-чуть веншировала. Такие вот головочки остались. Капусты сюда положу. На молоденькое. Все будет съесться. Все съесться. Вот. Заправку буду делать сметану, томатный соус. Не знаю, поджаривать лук, морковь. Посмотрим. В последнее время я делаю ленивую заливку. Такую просто сметану и томатную пасту. Все. Соль, сахар. Вот. Тут получилось три капустынки. Молодых. Вот. Листья. Вот почти все ушло. Видите, вот такие вот пооставались соцветия. Манюсенькие. Голубцы я тоже понакручивала. Вот. Хотя можно было не крутить. Вот маленькие. Там вообще внизу такие есть. Можно было просто их трубочками завернуть. Ну, я сделала. У меня получилось. Я сделала. Так, намыла миску зелени. Такой пучок лука. Пучок луколы. И огромную миску шпината. Шпинат я буду тушить. Мыла все горячей водичкой. Вот. Шпинат будет тушиться на сковородке. Минутки 3-5. Вот. Потом будет вырезаться лимонным соком. И кушать так, как гарнир. Очень вкусно. А у кого муж любит. Ну, в принципе, я ее кушаю. Лучок вечером. Покушаем. Лучок вечером. Едим на работу. Мужу не даю. Вот. Так что, уже лежала в кульке зелень. Я решила ее уже привести в порядок. Чтобы уже ее можно было приготовить сразу. Здесь тушатся мои голубчики. Пока я ничего не добавляю в заправку никакую. Потому что кислота, она, в принципе, капуста из-за кислоты твердая становится. Если сразу добавить томат, в нем есть кислота, да. Сметана тоже самое. Поэтому тушу сначала вот так в водичке. Потом буду уже добавлять в заправочку. Так, в выходные покупали по 160 гривен такую качалку говяжьего. Сейчас я хочу ее посмотреть. Вот, порезать. Если надо, там, на кусочки, на тушение сразу определить. Так, здесь два филешки у меня. Вот такой огромный кусок свинины. Я сейчас думаю, он такой целенький, кругленький. Запечь его целиком. Либо же разделать. Не знаю, думаю. Так, говядину решила потушить. Вот так поджариваю ее сначала в кастрюльке. И сейчас накрою крышкой собственным сходом. Потом добавлю лук сюда. Вот. Такая будет тушеная говядинка у меня. Торчик пошел в машину с другом ремонтировать. А я это отдала им собак. Чтобы выгулили. Потому что вообще сегодня в разбитом состоянии. Ночью, полночью были на озере под домом. Потом пришли домой. Я думаю, блин, утром не встану. Надо мужу сейчас насыпать кошек. Насыпала ему винегрет. Я сказала, минигрет. По-моему, да. Насыпала ему винегрет. Мясо жареное. Этот раз с удочкой поменяла местами. Винегрет насыпала в большой стеклянный. А мясо в пластиковый. Который для салата обычно. Ну и все. И утром проспали. Без 15.8. Сначала проснулась очень рано. Выключила будильник. А потом проснулась. Уже было без 15. Даже 8 или 9. Я не помню. Честно. Я сейчас подумала, что 8 вроде бы. Так если без 15.8, то муж не опоздал. А если без 15.9, то опоздал. Ладно. Уже теперь. Мужу сейчас звонить точно не буду. Так. Сейчас буду. Не знаю. Фениться или не Фениться. Виталина. Была тревога у нас. Виталина решила идти в школу. Я сказала, что я ее заберу. Если тревога начнется. Со школы. Но. Не знаю. Мне надо поехать на Тараса Шевченко. Метро. Вот. Купить себе. Кое-что. Вот. Короче. Не знаю. Посмотрим. Поеду. Поехать. Вдруг тревога начнется. Малая в школе. У нас отменили занятия во вторник. Завтра. Вот. Если завтра с утра. Посмотрим. Еще скотч я должна дочка сегодня привезти. Скотч мне вообще не в тему. Я его люблю. Жду. Но. Почему не в тему? Из-за тревог. Потому что мне потом с тремя собаками. В метро. Не знаю. Придется оставлять кого-то дома. Потому что я не смогу. Вот. Я хотела еще в пол четвертого прийти домой и мыть ее. Вот. Поэтому вот так вот вчера. Вот. Ночью, конечно, это самое страшное. Видели вчера все. Все, что летало, сверкало и блистало. Ну вот. Было страшно. Талинка очень пугалась. Девочки, наверное, я принимаю. Ну. Я себе все время думаю. Вы знаете. Время от времени я опять возвращаюсь к этому. Надо мне как-то, не знаю. Конечно, с финансами это вообще нереально. Что-то собрать или отложить. Надо как-то денежку сгрести в купу. Да. Хотя бы чуть-чуть. И я думаю, что надо ехать в Хорватию. Не знаю, почему Хорватию я выбрала. Потому что там моя знакомая живет, во-первых. Там много наших украинских девочек живет. Ну, в принципе, сейчас как везде. Но просто там есть знакомая, которая меня познакомит с другими людьми. И как-то, знаете, будут они самой приехать и знакомиться. Тоже искать людей похожих нашей национальности. Там они как-то собираются. Она говорит, в кафешки ходят вместе. То есть мне будет там попроще, полегче. Мне так кажется. Ну, пока так. Возможно, я буду просто уезжать. Вот Норвегия, говорят, очень благополучно нас принимает. Да, там свои плюсы есть. Но холодная страна, опять же. Вот. Море есть море. Даже зимой море есть море. Вот. Поэтому не знаю. Хорватия. Почему на зиму? Потому что, ну, во-первых, я все жду. Окончание этого всего. Вот. Надеюсь, оно все закончится. Во-вторых. Потому что знакомая живет там, да, моя. Поэтому Хорватия. Вот. И она недалеко, эта страна. На автобусе можно мотаться туда-сюда к мужу. Вот. И если война закончится, муж сможет туда без проблем поехать близко, да. Вот. Ну, как-то так. И потому что... А, почему осенью? Потому что я жду окончания, да. Потому что летом будет тепло и летом полегче как-то, да. Все-таки жить полегче вообще летом. Вот. А зимой опять начнутся перебои с водой и со всеми этими делами. Если война не закончится, да, будут опять проблемы какие-то. Хотя мы уже подготовлены. Но все равно зима это зима. Понимаете, зимой идти в метро ночью, либо летом. Это разные вещи. Собираться, собак одевать. Вот это все. Не знаю. Уезжать, честно говоря, не очень хочется. Только по работе хочется уезжать. Работаю. И за ребенка никто не предлагает. Вот. Так что такие вот новости у нас. Так, я сейчас, не знаю, ехать на Шевченко или нет. Не поубирать надо опять же. Можно было бы съездить, а потом поубирать. Такие мысли, знаете, прыгающие. Кошка что-то орать только-только стала. Пума, перестань. Надо сейчас крапиву замочить в миску с водой. Вот эта вся грязь вышла с нее. Несколько вод я меняю. Горячую воду из крана заливаю. Вот. Потом холодной заливаю. Оно тут стоит, надо, чтобы несколько раз. Много-много раз. Раз в 10. Песок, пыль вся села. Мы рвали там возле поля. Такое, ну как, дорога такая пыльная. В принципе, там машины почти не ездят, но... Собак почти не бегает. Место типа чистое, но пыль там все равно присутствует. Вот. А, мы же с Вероничкой вчера там кое-какие движения помогали ей кое-куда переехать. Вот. Со скотчиками, с вещами. И... Я купила ей ручку, которая... Фрезер. Фрезер-ручка. У нас была такая поломалась. Ей там давала мальчика ее мама. Ей там какая-то подружка давала этот фрезер. Короче, забрали мне эту фрезу эту. Мы взяли фрезу. 200 с копейками гривен. Ну, буквально 210 или что-то такое. Вот. Ручечка такая с насадками. Плюс к ней взяли насадки. Там эту кукурузку взяли, чтобы снимать гель-лак. Вот. Потому что в прошлый раз она взяла какую-то фрезу. Она поломанная. И... Половину пилками мне снимала. Пилками вообще. Раньше как-то снимали пилками. Сейчас я вообще не могу пилками. Она вообще больно. На кутикулу попадает. Срезает. Ну, короче. Вот. Так что купила ей фрезер. Насадки. Наборчик купила насадок. И два гель-лака взяли. Один такой молочный. С блестками. Я его обязательно себе сделаю. С маленькими, мелкими, мелким шиммером. Молочный гель-лак. И... А второй. Такой ярко-ярко. Ну, типа... Типа такого цвета. Еще более ярче. Фоксия такой цвет. Красивый. Вот. Я хотела такой. Я тоже себе сделаю. Не знаю следующий какой делать. То ли яркий, то ли этот молочный. Короче. Ну. Я хотела какой-то один. Нюдовый взять сначала. А... Ярко мне не думала. Потом нюдовый. Стали выбирать. Она говорит. У меня подобный есть. Такой подобный есть. Я говорю. Ну, какой бы ты взяла. Она говорит. Тут этот классный. Он у меня был. Он очень классный. Я такая говорю. Давай, бери. И как раз для работы будет. Ну, помощь какая-то от меня. Да. Лаки по 100 гривен. А фреза 100... Ой, 200 с копейками там. И набор насадок на фрезу. По-моему, он сказал зреем. Потому что мы хотели за 88 одну взять в кукурузку. В эту фрезу. А девочка говорит. Так возьмите набор. И там эта кукурузка входит. Кукурузка почему называется? Потому что форма вот такая вот. И она вот с такими сечениями вот так вот ромбиками идет. И она керамическая. Снимает хорошо этот герлак. Вот так что вот так вот. Чего-то в день. Вероничка к нам пришла с утра. Покушала. И потом мы ей помогли. Вот. Так что. Такие дела. Приняла душ. Помазала тело маслом. Так приятно. Такая кожа красивая. Девочки, в спортзал две недели уже не была. Хочу в спортзал. Хочу в солярий сходить. Не знаю. Может сегодня утром. Вечером сходим с мужем. Муж не ходит. Тоже говорит. Вообще. Желания нет. Вот. Так что такие у нас новости. Все. Пойду сейчас мясо проверять. Что тут мясо? О, видите. Воду я не добавляла. Оно тушится в собственном соку. Сначала его поджарила. Все, наверное, порезать. Блин. Я закинула в морозилку. Я, наверное, сейчас возьму, достану, да и все порежу. Все тушится. Будет вкусно. Потом лук добавлю. Такое будет мясо. И, конечно, все. Блин. Блин. Блин.